Добрый вечер! 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 в Адлер, и их начинают пугать, что куда вы едете в Абхазию, там страшно, там вообще криминал, вас убьют, ограбят и так далее. Ну, а люди пугаются реально. И я сталкиваюсь постоянно с тем, что люди боятся ехать в Абхазию некоторые просто по незнанию ситуации в этой стране. И, наверное, вот здесь тоже проблема, которую надо решать путем доведения информации о ситуации в Абхазии, о положении в Абхазии, о самой стране. Ну, это понятно, как бы, в силу там разных масштабов, и россияне, конечно, намного хуже знают, что там происходит в Абхазии, и Абхазы, для которых Россия, это по большому счету окно в мир, они, конечно, волей-неволей знают о происходящем. Но я бы хотел сказать все-таки, как бы, не о, допустим, об обывательских познаниях или настроениях, все-таки я бы хотел бы более, там, говорить о политическом уровне, да, о политической элите, экспертном, да, от которой там все-таки зависит вот... Вы какими пользуетесь материалами, вот, кстати, в своих работах? В своих работах, ну, я регулярно читаю, во-первых, абхазские издания, во-вторых, как бы, извините, загляните сейчас общество интернетизировано, посмотрите, что, посмотрите несколько абхазских политических групп в том же Фейсбуке, и приедьте сюда, поговорите с разными людьми разных социальных слоев и положений, вы будете знать, да? При этом, если мы говорим о том, на что ориентируется даже наше экспертное сообщество, зачастую мы видим, скажем так, то, что идет ориентация, во-первых, на определенные свои представления и недоучет местной специфики, да, и кроме того, давайте мы скажем честно, да, я вот опять-таки не буду рассказывать абхазам об Абхазах, поэтому я говорю всегда за российскую сторону, да, может быть, даже часто критично по отношению к ней, что может быть не патриотично, но тем не менее я должен сказать, что это так. Да, давайте посмотрим, что, допустим, некоторым московским экспертам, например, невозможно объяснить, а почему в Абхазии существует статья Конституции, которая говорит об президенте Абхазии, да? Ну, там нужно очень долго объяснять, чтобы были такие-то демографические потери, что действительно этнос оказался, да, это способ самозащиты этноса после войны, да, но при этом вам упорно скажут, что это этнический, замкнутый этнический проект, да, хотя мы видим уже наличие, наличие уже влиятельной армянской общины, то, как она активна, допустим, в деловой и политической жизни уже говорит о том, что Абхазия, нынешняя Абхазия не есть этнический государственный проект Абхазов, да, идет сложный процесс, да. Второе, второе, это, извините, пресловутые несчастные вот эти квартиры, да, которые, значит, вот как отбирают квартиры, ну, каждый, каждый, кто соприкасался с этой проблематикой в Абхазском, в Абхазском контексте понимает, что проблема действительно имущества, которое называется трофейным есть, но она не носит этнический характер. Тем не менее, мы видим, как в российских газетах целые полосы посвящаются вот таким вещам, то есть очень часто, зачастую даже, даже, скажем так, российские эксперты, они ориентируются на некие мифы, на мифы, на мифы желтой прессы, собственное, так сказать, представление о том, как должно быть и абсолютный недоучет местных реалий и местной специфики в историческом контексте. Ну, это вы говорите там о широком понимании экспертного сообщества, вот на то сообщество, на которое, допустим, ориентируются более ответственные круги, там, допустим, Кремль, который он там заказывает, я понимаю, не для московскому комсомольцу, эксперту, там, а более, там, другому уровню, там, да, экспертного сообщества заказывает, наверное, как бы, какие-то исследования. Вот насколько вообще этот контакт существует, допустим, насколько вас требована реальная, там, допустим, экспертная оценка ситуации, допустим, в Абхазии по тем или иным вопросам для Кремля, там, для каких-то министерств и ведомств. Ну, вы знаете, тут вопрос сложный, потому что, как часто говорят, такой тайный, у Кремля много башен. Ну, да. Поэтому не все башни не всегда ведут... Ну, для Абхазов, вот вы говорили, что Абхазы хорошо знают, допустим, больше Россию, но у Абхазов тоже свои, как бы, комплексы, да, башни, то есть, свои представления, да, то есть, и, кстати говоря, у политиков я заметил, то есть, многие там, ну, сейчас как-то чуть-чуть стало меняться, но раньше, вот еще лет 10 назад, то есть, если кто-то с России приехал, то есть, это обязательно, и что-то сказал, это обязательно позиция Кремля. Голос Москвы. Да, да, это голос Москвы, это позиция Кремля, там, чуть ли не от Путина приехал и сказал. Вы часто пишите по Абхазии, это востребовано, я думаю? Да, конечно, востребовано. Но, опять же, я еще раз повторюсь, то, что есть разные башни, и в политике России тоже были и есть свои ошибки. Вот, например, ситуация, которая сейчас случилась на Украине, это же тоже последствия ошибок, допущенных Москвой, Кремлем тем же самым, да, то есть, здесь в свое время не посчитали, не сделали того, что надо было сделать чего-то, опоздали с чем-то, и у нас опередили, вот эта Виктория Мулун, раздающая пирожки на Майдане, вот она раздала пирожки, вот это кончилось войной в Новороссии, вот. Вот, поэтому здесь считают, что Кремль всегда слушает тех, кого нужно слушать, и всегда делается правильно, нельзя. Кремль учится на своих ошибках. Ну, Кремль или администрация, разные вот башни, да, учатся на своих ошибках. Политика России становится со временем более выверенной, более оправданной, более логичной, но все это время занимает. В общем-то, российская политика, она тоже находится в стадии формирования, так же, как политика Абхазии, по большому счету. Мы еще, у нас нет такой традиции, давней традиции политики, как, например, у Америки. Спокойные годы, все вот, с времен гражданской войны все было хорошо и спокойно. Академические институты работающие, анализирующие. Да, деньги, дающиеся на это, да, то есть, дающиеся не по какие-то проекты пиаровские, а по реальной вот аналитику и так далее. А у нас в Москве нет даже из-за Кавказа, например. Ну, о чем можно говорить? Хотя Кавказ для России, безусловно, важен. Ну, да. А вообще, сам пример обсуждения и затем принятия договоров все-таки говорит о том, что учатся, может быть, я бы не хотел сказать, что все ошибками можно развивать, но учатся и, слава богу, находятся компромиссы. Да. Я тоже считаю... Как вы вообще это оцениваете? Я вообще считаю, что... Вот об этом многое говорилось на конференции. Про договор, да. Я тоже считаю, что то, что договор между Россией и Абхазией, этот новый был выяснен на обсуждение до его принятия, обсуждение широкое, которое шло по разным совершенно сценариям при этом, звучали разные мнения, мнения и оправданные, замечания были логические, многие верные, многие были замечания неверные. Ну, когда человек возмущается в интернете, что вот, если на границе между Россией и Абхазией не будет контроля паспортов, то это будет, типа, нарушение суверенитета и независимость Абхазии. Ну, я думаю, что человек, наверное, просто ни разу не ездил по Европе и не знает, что на границе между Францией и Германией тоже нет контроля паспортов. Вот не знает, что Франция лишена суверенитета или Германия лишена суверенитета. Вот. Наверное, есть другие всякие вещи, более важные здесь. Вот. И я думаю, что то, что этот вот разговор об этом договоре шел, это очень позитивно и хорошо для наших отношений. И еще в одном это хорошо. Это хорошо в том, что это снимает вот эту вот давнюю ложь о том, что Абхазия и Южная Сеть являются оккупированными территориями. А с оккупированными территориями так не говорят. Да. Вот. А здесь Абхазия и Южная Сеть также, на самом деле, хотя ситуации бы разные, показали, что это не оккупированные территории, а это партнеры, с которыми Москва, Кремль считаются и разговаривают. Ну вот, касаясь, вот опять же, возвращаясь к этому договору, ну изначально, наверное, ну по крайней мере, когда мы первый вариант здесь уже получили, и он был опубликован, и тогда была как бы реакция у всех отрицательная, то есть у всей политической элиты, она как бы изначально сказала... Не отрицательная, а критическая, скорее всего. Да, ну как бы в таком варианте принимать никак нельзя. То есть вот в экспертном сообществе там, как вообще в тот период вот это оценивали, документ, просчитывали вариант, что там для Абхаза вот в таком варианте этот документ неприемлем? Были какие-то вот какие-то суждения там, я не знаю, там какие-то консультации? Были вы затребованы, короче говоря. Да, ну разумеется, хотя, конечно, я не знаю точно, кто этот договор, лично кто его писал, составлял первую версию этого договора, но то, что потом тем, кто этим занимался, им было важное мнение экспертов и мнение социума, это само собой так и есть, это известно хорошо, и недаром было много комментариев, моих в том числе, в прессе, в интернете, в СМИ, вот на эту тему, значит, это было интересно, эти комментарии. Видимо, их тоже как-то слушали. И этот интерес был не только стороной России, но и стороной других стран, стороной Европы, западной, условно говоря, стороной той же самой Грузии был интерес. Кстати говоря, вот я очень удивился то, что сейчас я был вот только что в конференции в Грузии, впервые за многие годы, вот, и у них была очень спокойная реакция на заключенный договор, то есть никакой истерики не было. Я думаю, что все заявления, сделанные в Тбилиси по вот договору, это было больше сделано для такой вот отвода. Ну, не только в Тбилиси, там было и заявление высокопоставленных этих чиновников НАТО и Евросоюза тоже, что говорит, собственно говоря, о пользе этого договора, по мне, когда противники его ругают. Ругают, но при этом они понимают, что, собственно говоря, договор ничего особо не меняет. Базовый есть, тем более. Да, он просто вводит то, что уже есть. Подтверждает новые реалии. Да, вводит это в правовые рамки. Владимир Владимирович, у меня к вам вопрос, вот об этом тоже на конференции поднималась речь. Мы немного вот в своем социуме запертое и очень небольшом, может быть, в чем-то местечковом. Я имею в виду не только экспертов, а более широким. Вот, что, каким видится вот эта информация из Абхазии и что в нем может быть неполезного ни для Абхазии, ни для России, ни в целом. Вот, об этом тоже на конференции как-то говорили. Скажем так... Соцсети вспоминали, извиняюсь, что направляю вас. Да. Скажем так, я сказал бы так, что есть огромный дефицит, если мы говорим о российском экспертном сообществе, то есть огромный дефицит, собственно, полевых исследований. То есть, грубо говоря, у нас один юноша в одном очень таком высоколобом журнале рассуждал про проблему Гальского района. А когда я его спросил, слушай, а ты там вообще был хотя бы раз вот в жизни? Он говорит, да я дальше сочи не ездил. Да? Значит, извините, как можно рассуждать на тему Гальского района, да, и на тему Гальского района, и как, не будучи там ни разу, да? Более того, не будучи здесь, не понимая, допустим, когда делаются выводы там, допустим, когда были вот эти... Когда была вот эта ситуация, значит, с законом о гражданстве, то, когда я читал некоторые экспертные оценки, там, статьи и какие-то другие документы, то я просто видел, как каждый второй нес нечто, да? Он просто... Этот человек либо не знаком с этой проблематикой, либо он познакомился с ней, окунувшись в мир соцсетей, ну, и попадал на удочку сторонников той или иной точки зрения в абхазском обществе, при этом охватить вот ситуацию в целом, вот, он не мог. Вот я и говорю, что не хватает действительно каких-то полевых исследований, не хватает, как бы, действительно знания, да, то есть... Соцопросов, наверное, это... Соц... Ну, не только, наверное... Ну, фокусные, я имею в виду, и в фокус-группах и так далее, и так далее, не хватает, я имею в виду, для такого анализа. Да. И, наконец, чисто вот практически посмотреть, а что там, да, вот... На самом деле, предыстория какая была. Да, как там, грубо говоря, посмотреть, а что там на этих улицах творится, да? Ну, вот вы знакомы хорошо с абхазской, более-менее, действительностью, и давно вы занимаетесь, и часто приезжаете. Насколько вот наш фон репрезентативен, допустим, абхазской соцсети тому, что на самом деле здесь происходит? Я понимаю, что это регулировать нельзя, но вот мне интересно, потому что они занимают нишу экспертов тоже, из-за отсутствия экспертного сообщества, очень часто у нас мнение складывается из соцсети, я как понимаю. Ну да, скажем так, там есть представители неких точек зрения, да? Другое дело, вопрос, насколько эта точка зрения репрезентативна, да? И здесь действительно вот уже на что попадают наши эксперты. и это они попадают на то, что они очень часто не могут отфильтровать, этот человек сам от себя пишет, или все-таки это мнение, которое он где-то или отражает чье-то, да? Там какой-то части общества, какой-то части элиты. Степень маргинальности вообще определить. Да. И, наконец, вот что недопустимо, если мы говорим об экспертном сообществе, да, то совершенно, я считаю, недопустимо для представителей российского экспертного сообщества, допустим, публично вмешиваться в ту политическую борьбу, там, или эти политические, значит, которые есть в абхазском обществе, да? Собинат перед выбором. Да, то есть нельзя приезжать и говорить, что те, кто против Анкваба или, там, против Хаджима или против, там, Лакоба, ну, уже переиграть, он враг России, я фамилию любую, да? Но мы знаем, что такие примеры были, в том числе... В недалеком прошлом, да. А почему? Почему ты ставишь сразу Россия? Россия должна знать все политические, все политические спектры мнений, она должна уметь дружить с любым абхазским политикам. Как сильно отработать. Да. Ну, я думаю, вот, моя оценка такая, как бы, беря, там, допустим, 10, там, последних, там, лет, действительно, отношение России, там, вот, Кремля, власти, российской власти по отношению к Абхазии, она, конечно, сильно изменилась, да? Да, раньше, вот, как-то очень, как-то по-салдафонски такое у меня ощущение было. Сейчас все-таки, иногда, думаю, как же нас все-таки терпят, да? То есть, да, и исходя, допустим, когда шло обсуждение договора, там, конечно, эмоции перешкаливали, зашкаливали, да, и очень много так выходило такого, которое, ну, вроде бы, ну, как-то не очень, как-то, наверняка в каких-то кремлевских кабинетах фразы отдельных, там, допустим, абхазских политиков, даже сказанных в полу, в таком эмоциональном порыве, они, конечно же, очень сильно ухо режут, и понимая, что, там, допустим, страна, которая, там, у тебя, там, ты ее, там, охраняешь, ты датируешь бюджет, то есть, очень много чего там завязано, и, там, с Абхазией, и есть, конечно же, желание, да, на правах сильного, там, наверное, прихлопнуть, да, как, допустим, можно было там сделать лет 10 назад, но ты уже понимаешь, что есть какие-то абхазские нюансы, да, и не все так просто, да, в этой ситуации, и мне кажется, все-таки там, допустим, в этом аспекте Кремль очень много научился, да, научился, да, но при этом все-таки нас, конечно же, пугают, что, допустим, экспертное сообщество, оно по отношению к Абхазии, оно слишком уж этот, как его, многолико, то есть, то есть, разные там есть от людей, которые, от экспертов, которые говорят, ну, типа, вот, еще немного, и там можно, вот, как бы, расширить территорию Российской империи, или там, вообще, кто-то там, типа, ну, давайте откажемся уже, или хватит кормить Кавказ, то есть, слишком, и мне кажется, вот эти крайности, они иногда оказываются больше в тренде, чем реальные такие эксперты, которые там высказываются там за Абхазию, как за реально там независимого государства, которое там партнером для России, там является союзником и так далее, то есть, вот таких голосов как-то не очень как-то слышно, вот больше слышно вот такие, как бы, крикливые. Здесь именно то, что мы постоянно, то, что мы сегодня с этого начали, что мы постоянно путаем мнение обывателя, он, может быть, обыватель может писать в прессе, в СМИ, в спальне телевидении, у него будет мнение обывателя, он ни разу не был в Абхазии даже, он прочел чего-то такое, вот ему что-то показалось, и он сказал, вот, и мнение эксперта, на самом деле экспертов, которые занимались Абхазией в Москве, в России, мало, реально мало. На пальцах одной руки пересчитать. Да, да, в принципе, в принципе, да, именно так. Половина звезды студии сидят. Нет, еще можно найти людей достойных, но их мало реально, и с этим надо считаться, и, кстати, это серьезная проблема, то есть просто не с кем говорить, получается, не с кем обсуждать все это. А все остальное, это мнение обывателя, там, кормить Кавказ или не кормить Кавказ, давать деньги, не давать деньги, там, что делать с Грузией, там, так далее, присоединить Абхазию к России, вот, или там, такие вот полуэсперты, полужурналиста, не буду называть фамилии, вот мы, наверное, понимаем, о ком я говорю, вот, ну, и которые пишут, типа, что вот мало того, что к России нужно присоединить к Южную Осетию, еще нужно к Южной Осетии присоединить искомые осетинские земли вокруг Южной Осетии, и все это вместе влить в состав Российской Федерации. Классно, все здорово, супер. Да вот, это такое вот поведение можно называть, как гопомовщина, то есть был такой поп гопом в свое время, который вывел людей в демонстрацию, чтобы ты был расстрельным. Провокация. До пятого года, вот, и вот это тоже самое получается, то есть чисто провокационные действия людей, не отвечающих за свои слова, за свои поступки, вот, а всегда надо думать, как слово наше отзовется, вот, поэтому здесь вот вопрос в том, что надо отличать мнение экспертов и мнение вот тех, кого случайно допустили, например, на телевидение или прессы. Ну, давайте все-таки перейдем к другой теме, вот, сейчас мир фактически такой вступил, да, не та холодная война, которая еще там в те годы была, да, там, в период советской эпохи, но все-таки вот чувствуется, да, уже как бы такое явное такое размежевание, да, Запад и Восток в лице России и его партнеров. И вот в этом контексте какова вообще роль Абхазии? Вот, то есть, какое место может занимать? Да, какое место, да, оно может занимать, да, понятно, мы там обречены быть союзником России, и это единственное. Почему так обреченно говоришь? Нет, нет, обречены, да, я не в там, в отрицательном контексте я говорю, но вот я даже заметил одну, это не только я заметил, вот, допустим, вот сейчас мы отмечали 70 лет победы, да, и, допустим, президенты Южной Осетии и Абхазии, они сидели вот в том ряду со всеми президентами, да, там, на почетной, на трибуне почетных гостей, то есть, в одном месте сидели, допустим, 10 лет назад, кажется, нет, 5 лет назад, 5 лет назад, то есть, этого не было, то есть, наши президенты, они как бы в другом месте сидели, да, то есть, это вот как бы такой, все-таки, ставка на своих друзей, то есть, это вот... Надо успеть вопрос задать, а то мы не успеем услышать ответы. Да, ну вот Абхазия, она все-таки вот в этом контексте, да, когда идет все-таки в таком баррикадном состоянии находится сейчас мир и каковы его перспективы Абхазии, то есть, мы обречены, что, допустим, от того, что мы рядом с Россией, нас будут называть оккупированные территории, там, или мы, вот опять же, будем в таком подвешенном состоянии, что дальше этого признания не будет, потому что мы вот оказались вот в этом лагере. Вообще, с другой стороны, Россия там нас признает, это, допустим, Казахстан, там, Белоруссия, они вот как бы, вроде бы, дружат с Россией. Как вы думаете, на эту тему, в общем. Да, да, то есть, это вот, как бы, очень такая... Там, у нас, там, ИГИЛ тоже с востока и с юга, вот как вы видите, Владимир Владимирович, может, с востоком или с кого вы говорите? С Санкт-Петербургом, да. Давай с ИГИЛом потом. Хорошо, ИГИЛ подержимся. Я не думаю, очень быстро меняющиеся миры, и как нам в нем найти свою нишу, в общем. Я думаю, я очень с того, что вот сказано было, что Абхазия причина быть союзником России, но я думаю, что здесь можно ответить тем, что Россия причина быть союзником Абхазии. Да. Вот, и то, что Россия пришла к признанию независимости Абхазии, она была обречена к этому прийти. Потому что надо понимать, что Абхазия – это не только Абхазия, это в целом Абхазо-Адыгский мир, это весь Западный Кавказ, вот, и поэтому отказываться от Абхазии Россия не могла даже во времена спокойного Бориса Николаевича. Вот, это раз. Два, то, что касается ситуации сейчас. Да, конечно, все это очень печально и плохо, то, что происходит в мире, то, что происходит на территории Украины и так далее, на отношении между Россией и Западом в целом, то, что происходит на Ближнем Востоке, опять же, если вспомнить про ИГИЛ. И сейчас, конечно, вот, есть вот эта вот опасность появления многих разделяющих линий, то, что еще не линии фронта, но такие вот полужелезные занавесы. И в этой ситуации, конечно, и Абхазия, и Южная Осетия стали такими вот… Форпостами, наверное. Форпостами я бы не стал называть. Форпост – это военная база, да? А все-таки это не военная база. Мне даже не хочется, чтобы Южная Осетия, маленькая крошечная, стала военной базой. Ну, базы стоят, кстати говоря, военные, поэтому… Базы стоят, да. Не только военная база. Это еще и живущий здесь народ, вот, и там живущий народ. Можно назвать, что это такие непотопляемые авианосцы России. Если хорошо, если Грузия привется в НАТО, ну, это ее право, что по этим НАТО, если НАТО ее примет, конечно. А Грузия сейчас пока что еще до юра находится в состоянии военной с Россией. Ну, вот если НАТО нужна такая головная боль, да? Вот. Мало им того, что у них есть. Ну, тогда вот на границах Грузии и находится военный баз, те же самые, все остальное. Ну, во время, которое можно танковой колонии для движения от Схивала до Тбилиси, может посчитать даже полный профан в военном деле. Вот. Несколько часов. Ну, ты быстрее можешь. С Ленингула лучше. Да, что касается, вот, вопрос насчет Казахстана, Белоруссии и союзников. Да, казалось бы, да, ближайшие союзники России. Ну, вот, они не спешат признавать независимость Абхазии и Жанроссетии. Более того, кажется, не собираются это делать вообще, в принципе. А не Армению с трудом. И Армения. Тут много проблем. Вот, поэтому я думаю, что вот то, что в Абхазии очень часто есть надежды на членство Абхазии в Евразийском экономическом союзе. Да, это в таможенном союзе. Это не такие вот, ну, именно надежды. Не является ли это, вот, помните, еще Питер Семнеби, руководитель Евросоюза на Южном Кавказе, он как-то еще разворачивал идею там вовлечения без признания. То есть, это вот тоже вот только вступление там, то есть, вот беспошлиная торговля между Россией и Абхазией. Режим, который там с 1 января входит, и с одной стороны, с другой стороны, он в некотором роде противоречит вот тем договоренностям, которые в рамках таможенного союза. Означает ли это вот, как бы, вот такое по умолчанию, да, там, мы, конечно, официально не признаем, но, как бы, вы есть, и мы с вами будем, как бы, работать. Да, совершенно правильно говорить. Значит, я здесь привел бы такую параллель, что России удалось с нетым трудом добиться принятия в этот союз Евразийский Армению. То есть, было серьезное сопротивление со стороны, особенно Казахстана и Белоруссии также. Потому что у Казахстана и Белоруссии есть свои экономические связи с Азербайджаном. У Казахстана они довольно тесные. У Белоруссии тоже там были поставки дешевой нефти и так далее, другие контакты. И поэтому Азербайджан препятствовал тому, чтобы Армению приняли в этот союз. Ну, Россия сумела, опять же, дожать, в данном случае, своих партнеров, вот, и чтобы они сняли свои возражения. А возражение было главное то, что есть с Агуром и Карабах. То есть, если мы принимаем Армению в этот союз, как быть с Агуром и Карабахом? А никак. Вот и приняли Армению, а Карабах по умолчанию. То есть, понятно, что мы же не будем ставить на границе Армении и Агуром и Карабаха посты там таможенников из с Казахстаном и Белоруссией. Ну, это нереально. Я уж не говорю про Азербайджан. Да? Что он там будет делать? Да, вот. И то же самое, собственно говоря, параллель. Это Абхазия уже на Осетии и параллель Крым. То, что Крым стал частью России, это не признано ни Казахстаном, ни Белоруссией. Ну, Казахстан и Белоруссия закрыли на это глаза. Поэтому, в данном случае, и Армении тоже, собственно говоря. Поэтому, в данном случае, я думаю, что с Абхазией вот именно та же самая ситуация. То есть, да, будет идти именно вот это вот увеличение без признания, все будут закрывать глаза на реальность, пока эта реальность не изменится. А вообще, Владимир, вот в этом контексте, каковы перспективы, да, если вот этот кризис, он растянется на год, и который сейчас как бы зафиксирован между Россией и Западом, и когда вот как бы идет все-таки группируется, да, там, вокруг двух этих центров разных государств, и вот какова перспектива, да, там, позиция вот Минска того же и Астаны, да, там, может ли она измениться, допустим, по отношению к Абхазии, да, то есть, если вот это все затянется, и там. Ну, на самом деле, я бы начал бы ответ с другого конца, во-первых, да, совершенно, я даже вспоминаю, как через два дня после 26 мая августа в Москве собирали быстро некую телепередачу на Первом канале, и там должен был быть прямой эфир с Лукашенко, который должен был признать, да, открою. Но эфир был несколько изменен, потому что Лукашенко не признал. Значит, Александр... Потом за некоторое время еще кормил, говорю. Да, да. Александр Галюшенко, как я его уже однажды определил, это такой директор хорошего совхоза в Могилевской области, да, он делая, он играет со всеми силами, да, он, даже если мы вспомним его недавний визит в Тбилиси, то там было понятно, что там, да, он сказал, я приезжал в советские годы в Сухуми, да. В Грузии никогда не был, но вот был в Сухуми, да. Да, то есть то ли я, то ли я, то ли это фраза, которую можно истолковать по-разному, да, то есть то, что то ли он признает Абхазию частью Грузии, то ли он просто предается воспоминаниям. Александр Григорьевич поехал в Грузию с одной целью, он с одной стороны то ли, он не знает еще, что он будет делать, но он делает все сразу. Он то ли пытается стать мостом между Москвой и Тбилиси, то ли через Тбилиси пытается договориться с Западом, это как бы, вот, это его позиция, да, он играет на нескольких досках сразу, и если в какой-то момент он поймет, что через грузинскую доску у него нет хода, то его позиция по отношению к Абхазии может измениться, да. Теперь, что касается господа Нурсултана Абишевича Назарбаева, то здесь все сложнее. Нурсултан Абишевич Назарбаев, как известно Казахстан, это один из инвесторов в грузинскую экономику. Очень больших инвесторов. Да, очень больших инвесторов в грузинскую экономику. И здесь, конечно, позиция, я не думаю, что она может размениться, хотя позицию белорусскую я могу себе допустить возможность. Ну и наконец, если уж мы так об этих двух замечательных политиках ярких постсоветского пространства говорим, то Нурсултан Абишевич и Александр Григорьевич – это продавцы одного политического товара. Надежду на интеграцию на постсоветском пространстве. Ну, помимо этих двух все-таки таких достаточно крупных игроков, есть же все-таки менее такие амбициозные, менее такие имеющие какие-то интересы с той же Грузией, да, допустим, где Киргизия, Таджикистан, но которые тоже, на которых, о которых тоже с Россией, как бы очень тесные отношения и влияние Москвы, там, допустим, на тот же Пешкек или на Душанбе, несоизмеримость хотя бы с тем уровнем контактов, который существует между этими столицами, там, допустим, Сбилиси. То есть, там, практически нет никаких там завязок, да, там, экономических и так далее. Ты хочешь от перспективов признания Абхазии покинуть? Да, почему тогда, почему тогда, там, вот, все это стопорится? Понятно, там, Лукашенко – это такой мировой политик, да, по крайней мере, он себя так хочет быть, а там, у Назарбаева, действительно, там, и большая экономика, то есть, он в этом, как бы, не очень сильно нуждается, и огромные инвестиции в Грузию, там, все это побережье. В чем перспективы признания Абхазии? Ну, у Таджикистана ничего нет с Грузией, там, у Киргизии нет ничего. На позицию Таджикистана влияют другие факторы. Во-первых, я просто глубоко убежден, что, как бы, всегда влияют на позицию, не такие уж, во-первых, я убежден, что нет особо сильных рычагов влияния на таджикскую политику элиту, как, допустим, если бы, вот, у России нет, потому что Рахман достаточно самостоятельный игрок, он очень четко закрывает страну. Ну, и сейчас у него тоже проблемы. От некоторых, да. И второй, второй момент, это с Таджикистаном, это, безусловно, Таджикистан всегда ревностно смотрит на отношения Москвы и Ташкента, которые, там проблем очень много. Что касается Киргизии, ну, Киргизия не может не смотреть, там уже, действительно, там, там уже глубоко депрессивная сторона, но она находится, безусловно, я бы тоже не стал убирать оттуда влияние соседнего Казахстана, да. Потому что оглядываться на какой-нибудь северный сосед, да, Казахстан, да. Ну, да. Северный, да. И понимать, что в один прекрасный момент, один неверный шаг и Назарбаев с Каримовым могут договориться просто о разделе страны. – Нет, ну, это уж фантастика. – Ну, это… – Александр Ильич… – Александр Ильич, давайте чуть вернемся в наш Игорь, Александр Ильич. Вот сейчас Вы тоже сказали, что недавно были в Сбилиси, и вообще какое-то наблюдается потепление российско-грузинских отношений. Там далеко, наверное, пока до возраза дипломатических отношений. Но вот нету для нас там риска. – Нет, никакого риска нету. И я был, собственно говоря, на конференции в Кабулете проходила, ну, это в рамках диалога между Россией и Грузией. – Это фонд Горчакова или другой? – Нет, это делал фонд, который был создан покойным грузинским экспертом в Кутешвиле. – Значит, несколько таких проектов есть. – Да, конечно, проект несколько штук. Диалог отойдет. На самом деле, конечно, сейчас есть некоторая проблема в том, что диалог находится не в тупике, но он не знает, куда им развиваться дальше между Россией и Грузией. Ну да, вот Россия сняла ограничения на поставки товаров из Грузии. Да, восстановлено нормальные сообщения между между странами. Можно ехать и лететь. Да, Грузия себя вела сдержанно и позитивно во время Олимпиады в Сочи. И заметьте еще во время… – Украине. – Во время событий в Крыму и Украине. Позиция Грузии была сдержанной. Хотя, я думаю, что ее подталкивали в другой позиции. Наверное. Я думаю, что все это замечают в Москве. Все это понятно. А дальше что делать? Ну вот, что еще может сделать Россия для Грузии? Ну, Россия может, например, облегчить визовый режим. То есть, чтобы можно было грузинам въехать в Россию… Вот. А что еще может сделать Россия для Грузии? – Ну, вот я, знаете, почему спросил? Я понимаю, может, какие-то сложности есть в участии абхазской делегации, когда она в Грузии происходит, так и форматы переговоров. Но почему, когда в Москве они тоже происходят, там не участвуют, допустим, представители абхазской, экспертные, если, ну, не государственные чины, хотя бы эксперты могли бы там участвовать? Чтобы вот не было таких у нас каких-то опасений, чтобы были сняты вот это… – Бывает, что участвуют, участвуют довольно часто, участвуют в разных форматах. Дело в том, что если есть речь о диалоге между Россией и Грузией, Абхазией – независимая страна. Диалог именно между Россией и Грузией ведется. И нормально, если Абхазия в нем не участвует. Ну, более того, например, в Москве есть часто опасения того, вот часто наши партнеры на Западе организовывают всякие форматы диалог между Абхазией и Грузией. – Но они тоже, я как понял, понимают необходимость участия России. – Там тоже ревность существует. – Они всегда понимают необходимость. – И в этом есть большие проблемы. Ну, в том числе, я пытаюсь довести до их сведения, наших партнеров, в том числе, на Западе. Зовите кого-то из России, вы тем самым снимите эти опасения лишние, что там вот кто-то там… – Сепаратно. – Сепаратно. – Переговоры, да. – Зовите, это несложно. – И абхазцев звать, когда в Москве происходит. – Ну, стараться. – Ну, все-таки вот существует в абхазском обществе, существует некая фобия, согласно которой с очень большой настороженностью смотрят на потепление отношений там между Москвой и Тбилиси. – То есть, иногда там, ну, фантазии бывают, но иногда какие-то более-менее есть реальные опасения. Не может… Тем более сейчас и в грузинской политике, то есть, появляются опять там и бурджонадзе и так далее, и другие политики появляются, которые говорят, наше будущее там, это вот в евразийском сообществе и так далее. То есть, уже опять вектор сменить. И да, сейчас это как бы не столь влиятельно, это мнение, но тем не менее, кто его знает, как там будет через пять лет. Да, допустим, Грузия развернется там в сторону евразийского там сообщества, в сторону больше будет как бы, как для него уже Вашингтон не будет тем центром, который есть сейчас. И это место займет Москва. Насколько вот это по отношению к Абхазии политика Москвы изменится? – В Грузии те, кто выступают пока что за такую вот ориентацию на Россию, это скорее такие маргинальные слайды. – Пока маргинальные, но это… – Конечно. То, что там в Грузии не расставят такое отношение недоверия и даже неприятия НАТО и вот этих вот западных проектов – это тоже факт. – Усталость ожидания. – Усталость от этих ожиданий, завышенных ожиданий, разочарование в этом. Ну и что дало НАТО Грузии, вот что там собственно говоря, что оно получило от них. Это есть тоже. С другой стороны, хорошо, Грузия хочет ориентироваться на Россию. Ну, Грузии уже почти все понимают, просто они об этом не говорят. – То, что Абхадижная Осетия – это такие отрезанные ломти. Да, там по инерции что-то еще такое происходит, что-то еще говорится. Но понимание этого, оно становится с каждым годом все больше и больше. Сейчас я был когда на этой конференции, там один грузинский эксперт спрашивает, а вот если вот, например, Грузия станет союзником России, может ли тогда Россия отдать Грузии Абхадижную Осетию? – Прямо так вот в лоб. Ну, я ему также отвечаю, что, ну, во-первых, Абхадия и Южная Осетия – это не вещь, которую можно взять или отдать. Это раз. Если Грузия станет союзником России, Россия может не мешать Грузии вести нормальный, уважительный диалог с Абхазией и Южной Осетией. Это будет право Грузии, Абхазии и Южной Осетии. – Мы вам тоже хотели… – Да, но мне кажется, что здесь как бы в оценках, я вот согласен с Александром Юрьевичем, что вообще, как бы, нет, скажем так, евроатлантический вектор сознания грузинского общества, который есть, да, это именно общественное сознание, это не только политические круги, да. Он, безусловно, сейчас превалирует, и нет почвы для поворота резкого потепления Москвы и Тбилиси. Кроме того, тут же есть каждая сторона, и Москва, и Тбилиси, ну, кроме там некоторых групп, да, там, которые там… Они понимают, что есть красные линии. Что вот Грузия никогда, она может никогда не откажется от своего права, а Москва, извините, что-то я не помню, как бы, чтобы большая страна отзывала когда-либо дипломатическое признание другое. Тем более, когда, каким образом это было сделано, да, там, когда президент тогда Медведев еще, да, торжественно, то есть в прямом, чуть ли не в прямом эфире там все это зачитывал, да, и когда говорят о том, что вот отзовите, я вот просто представляю, как это будет опять, что станет президент и будет, извините, мы ошиблись, да, то если тут как-то… Ну, вообще, знаете, когда вот… Вы сами признали то, что Россия чуть ослабила там режим для товаров грузинских и так далее, но в отношении Абхазии Грузия только усиливает, мне кажется, вот этот эмбарго, я имею в виду и на Западе, и в окружающем другом мире. Я имею в виду по продвижению наших товаров там, даже передвижению физическому и так далее, и так далее. Ну, это надо говорить не с Грузией, надо говорить с Западом, в первую очередь. Вот, и опять же, вот тему, которую часто поднимаем на разных конференциях, в том числе с участием именно западных экспертов и политиков, это то, что вот вы говорите нам про права человека, права его на свободу передвижения, а как сложно получить обычному гражданину Абхазии, имеющему, при этом, российское гражданство, как правило, получить ему шенгенскую визу. То есть вы закрываете внешний мир для Абхазии, и оставляете Абхазскому социуму маленькую форточку внешнего мира через Россию. Да, вот, допустим, в Германию практически невозможно приехать. Да, почему? Потому что сразу по словам Германии консультируется с Тбилиси, а Тбилиси отказывает. То есть это надо говорить, в первую очередь, не нашим друзьям Тбилиси, а нашим друзьям в Германии. Где ваше право человека? Как вы себя ведете? Вы тем самым просто вот укрепляете... У нас ограниченные возможности говорить им, поэтому мы вам помогом надеяться на... У нас, Ибрагим, к сожалению, ограниченные возможности не только политического характера, но и времени. Конологического. Да, и режиссер напоминает, что у нас уже все время цейтнот сплошной, и, к сожалению, вот у нас буквально одна минута осталась. Я хотел бы все-таки вкратце по перспективам экспертных вот этих площадок, чтобы вы сказали, или это вот такое разовое мероприятие, где встретились, один раз поговорили, потом все это забыли. Ну, во-первых, нужна инициатива двух сторон. То есть мы вчера эту инициативу абхазской и российской сторон мы увидели. Мы увидели руководство экспертного управления под администрацией президента, мы увидели руководство МИДа, мы увидели их готового, мы увидели представителей гражданского общества, мы увидели, что они слышат, слушают и слышат, и как бы ни был местами наш вчерашний диалог острый, но, тем не менее, мы говорили абсолютно… Конструктивный был. Да, диалог был конструктивный. Мы это увидели. Да, я думаю, что такие площадки, их надо развивать и продолжать это дело. Это могут быть разные совершенно площадки, и на базе, в том числе, вот то, что МИД сделал абхазский, может быть, на базе МПО абхазский, в Абхазии довольно сильная система МПО, поэтому здесь тоже варианты. В России есть тоже и площадки МПО, могу назвать, например, научное общество Кавказоведов в этой связи. Я думаю, что здесь есть будущее, просто надо этим постоянно заниматься. Вот на этой позитивной ноте, будущим надо постоянно заниматься, мы все-таки будем прощаться. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были российские эксперты, кандидаты исторических наук, да, наши в некотором роде коллеги, потому что мы дисквалифицированные историки. Ибрагим с тобой. Бывших историков не бывает. Да. Владимир Новиков и Александр Скаков, большое спасибо. Эта площадка, во всяком случае, всегда для вас, она вас всегда ждет. Спасибо, что вы пришли столь поздно. Спасибо. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.